Азербайджанская сказка «Падишах и садовник». У одного садовника был великолепный сад. В нем росли плоды, ягоды и цветы всех стран мира. Слух о саде разнесся повсюду. Прослышал об этом и шах страны, в которой жил садовник. Позвал он визиря и говорит, «Такой прекрасный сад достоин только шаха». Тут же, поняв мысль шаха, визирь ответил, «Правду изволишь говорить, ластерин». В тот же день Падишах приказал прогнать старика из сада. «Я ведь жил за счет сада», — сказал старик, «продавал выращенные мною плоды и кормил семью. Как же теперь я буду жить?» А шахские люди отвечают, «Думай сам как быть. Шах тебе ничего не даст за ментового сада». Пришел опечаленный садовник домой, жена видит задумчив муж. «О чем ты думаешь, что случилось?» — спросила она. «Падишах отнял наш сад», — отвечает старик. «Как это отнял? Ты что, должен был Падишаху, что ли?» — удивилась жена. «Да нет, понравился ему сад, он его и забрал», — сказал муж. «И что же дал взамен?» — продолжала допытываться жена. «О чем ты говоришь? Разве Падишах когда-нибудь расплачивается за взятые?» — ответил старик. «Так это не Падишах, а разбойник». С того самого дня садовника и близко к саду не подпускали. Бедный старик не знал, как быть, как прокормить детей своих. Однажды и говорит старик жене. «Жена, шах поступил несправедливо со мной. Вот и я хочу обмануть его». Жена отвечает. «Да ты что, муженек, не накликай новой беды. Можно ли обмануть человека, который силой отобрал у тебя собственный сад?» «Жена», — говорит садовник. «Я убедился, что Падишах не умный человек. Будь он умным, никогда бы не забрал он у меня честным трудом взращенный сад и не сделал бы меня своим врагом. Да и потом, все равно погибаем с голоду. Не худо бы обмануть Падишаха, вырвать у него золото-серебра». «В твоем возрасте обманом заниматься», — не переставала уговаривать жена. «Ты не права, жена», — отвечал старик. «Человеку в любом возрасте не пристало обманывать. Но чтобы избежать голодной смерти, не грех и обмануть жестокого разбойника, кровопийцу. После долгих разговоров старик переоделся, положил в хурджун всяких железок и двинулся в путь. Подошел он ко дворцу. «Скажите вашему Падишаху, — сказал он слугам, — что его хочет видеть один ремесленник». Слуги доложили Падишаху. Тот приказал привести к нему просителя. Старик поклонился Шаху и говорит. «Да продлятся годы власть Целина мира. Я могу изготовить такой венец, что видеть его смогут только твои друзья. А враги нет. Тем самым ты сможешь распознать всех врагов короны». «Старик, я давно мечтаю о чем-нибудь подобном!» — воскликнул Падишах. «Если сделаешь такой венец, получишь взамен, что пожелаешь». «Мне нужна мера золота и немного драгоценных камней», — говорит садовник. Вызвал Падишах хранителя сокровищ и приказал выдать старику все, что требуется. Хранитель дал садовнику из казны требуемое. «Для изготовления подобной короны мне до продлиться жизнь власть Целина мира потребуется 40 дней», — сказал старик. Падишах согласился, пригрозив. «Смотри, старик, не выполнишь обещание, прикажу голову тебе отрубить». Садовник поклонился Падишаху, забрал золото и драгоценные камни и вернулся домой. Разменяв несколько золотых, старик купил для семьи еды и питья. Жена справила обновки детям. Стали они жить припеваючи. Но жена садовника нет-нет, да и призадумывалась, волновалась за мужа. «Да что ты горюешь, жена, не волнуйся, успокойся», — говорил садовник. «Как же не волноваться», — отвечает жена. «Ты просил 40 дней, а они на исходе. Обещание ты не выполнил. Вызовет тебя на днях Падишах и прикажет голову отрубить. Как же мне не думать?» «Тот, кто обманом выкинул у Падишаха столько золота и с остальной задачей справится. Так что ты не беспокойся, все устроится», — успокоил жену старик. Прошло со времени этой беседы еще несколько дней. Закончился 40-дневный срок, отпущенный садовнику Падишахом. Падишах приказал слугам привезти к нему старика. А старик говорит, «Передайте Падишаху, чтобы собрал на площади народ. Да и сам пришел туда же, я скоро буду». Слуги передали Шаху слова старика. По Шахскому приказу все собрались на площади, пришел и Шах со своей свитой. На возвышение поставили трон, Шах уселся на него, а вокруг стояли визирь, советники, полководцы и все остальные приближенные. Старик попрощался с женой и детьми, перекинул через плечо свой хурджун и явился на площадь. Поклонился он Шаху и с его разрешения обратился к народу. «Люди, я изготовил волшебную корону. Друзьям Шаха эта корона будет видна, а не другие ее не увидят». Тем самым Шах распознает врагов трона. Закончил свою речь старик, сунул руку в хурджун, вытащил будто оттуда что-то и возложил на Шахскую голову. На самом-то деле в руках у него ничего и не было. Провел он пустыми руками над головой властелина и говорит, «Поздравляю тебя, мой Шах, с короной. Теперь пусть твои друзья скажут тебе, как прекрасен этот венец. А ты радуйся, привечай друзей и уничтожь врагов». Старик отошел в сторону и дал придворным возможность поглядеть на корону Шаха. А у Шаха был очень сивый визель. Он первым выскочил вперед и закричал, «Да продлятся годы поди Шаха! Поздравляю, какая прекрасная корона! Как она тебе к лицу!» Затем к Шаху подошел советник, поглядел на место, где должна была находиться корона, но ничего не увидел. Он так и стоял, удивленно вытягивая шею то вправо, то влево, хотел уже признаться, что ничего не видит, да подумал, что сочтут его врагом Шаха и воскликнул, «Ах, ах! Есть ли на свете вторая такая ценная прекрасная корона? Будто солнце взошло над головой на вашего величества!» Таким образом почти все придворные прошли мимо Шаха, восхищаясь короной, а на самом деле ничего не увидев. Последним настал черед полководца высказаться по поводу короны. Военачальник поклонился Шаху и произнес, «Да продлится жизнь Шаха! С такой короной нам ни солнца не нужно, ни луны! Ваш венец будет светить нам и днем, и ночью!» А народ смотрел издали, и никто не видел никакой короны. Одни думали, что стоят далеко, потому не видят венца, другие со страху, а третьи просто как все в один голос поздравляли Шаха. Подишах провел рукой по голове и ничего не почувствовал. Приказал принести зеркало и опять ничего не увидел. Хотел он напуститься на мастера и заблечить его во лжи, подумал, что сочтут еще его самого противника Туана. Поэтому он воскликнул, «Тот, кто предан мне, пусть одарит мастера подарками!» Все наперебой стали одаривать старика. Наконец площадь опустела. Подишах отвел старика в сторону и спрашивая, «Послушай, старик, что же ты натворил? Надул и меня, и народ?» «О, Подишах!» Ответил старик. «Я тот самый человек, у которого ты отобрал сад, оставил детей без пропитания. Но я и ответил вот таким образом. А если я прикажу повесить тебя, тогда все станут тебя осуждать за неблагодарность к мастеру, который изготовил тебе волшебную корону». Подишах понял, что если казнит старика, то окончательно потеряет всякое уважение и отпустил его. Садовник вернулся домой, обрадовав жену и детей. С тех пор они стали жить, поживать, да добро наживать.